Донская волна В студии музыкального продюсерского центра Дон идет прослушивание участников-вокалистов. Всего на конкурс Донская волна было подано более 200 заявлений. Возраст исполнителей не ограничен. Тематика исполняемых произведений самая разная. В этом году среди тем преобладает Россия и ее народ. Песни гражданской тематики даже выделены в отдельную номинацию. Газета «Наше время» является информационным партнером конкурса и участники отборочных туров с большим интересом рассматривали яркие фотографии и читали репортаж о Донской волне, опубликованный 1 марта. Номера газет моментально разобрали на память. Родители юных исполнителей подтвердили, публикация будет храниться в домашних архивах. Может быть для кого-то, кто станет впоследствии знаменитым певцом, а Донская волна знает много таких примеров, этот репортаж в газете «Наше время» станет самым первым в рассказе о пути к славе. Напоминаем, что конкурс существует с 2005 года. Его создатели талантливых музыкантов Михаила и Елену Баланову активно поддержали зрители и слушатели по всей области. Последний отборочный тур вокалистов Донской волны пройдет 31 марта, а 28 апреля во Дворце культуры железнодорожников состоится финал конкурса в номинации «Искусство вокала». В номинации «Искусство хореографии» финал пройдет 12 мая. Долоконцерты Донской волны ждут своих слушателей и зрителей 19 мая в Пересвет-арене и 8 июня в Зеленом театре Парка Революции в Ростове.